вот такси уезжает друзья слава богу мы приехали 150 рублей поездка такси это самый низ самый эконом-класс получается 150 рублей ну чего можно было хотеть от повестки эконом-класса 150 рублей мы как бы и по себе не заказываем но с такой ездой но и нафиг лучше бы пешком пошла машина вся разваливается водитель просто не понимает как надо выжимать сцепление как переключать передачи подвеска все убито просто в машине убито все ступится не ступится пофигу мы идем стричься что буду выходить узнаете меня по-другому так 6 кабинет 6 кабинет вот он да спасибо оказывается я пришла вот сюда вот здесь 20.00 у нас 20.00 на улице светло но на самом деле еще нету белых ночей хотя помнится мне уже в сашин день рождения белые ночи уже были но явно что в мой день рождения точно есть белые ночи ждем так вот короче машина вся вся внутри он передачи переключает дергает они не включаются они в эти пазы не защелкивается не заходит там что-то стучит там принчит и вот когда едешь в таких машинах ты переживаешь что она под тобой сейчас развалится но 150 вообще там было заявлено 180 я поставила планку 50 обычно по разному бывает бывает 230 250 270 когда там час пик и 400 могут лупануть так что мне еще повезло за такую цену вот так ладно буду ждать слушайте вот сейчас такое состояние что прям жалко уже даже кудри то срезать и дрости здравствуйте девочки здравствуйте цепочки привет друзья привет игорь только что вернулся из нефтьюганска быстренько приехал забрал викачку с пострижки про пострижку сейчас расскажу потерпите запаситесь там пока терпением так значит что сашка как вы уже знаете до рулила до нефтьюганска дай за рулем ехал всю трассу до самого нефтьюганска мы пересели только перед нефтьюганска перед мостом потому что тут так подумали что там трафик совсем другой не фигурно и совсем не сложно поэтому решили так но по трассе все отлично но она мне сказала ей легче по трассе я хочу по городу я и сказал что легче по трассе из разгаде наоборот потом пока ехали она такая ну типа сложно да я говорю так хочу сложного ты едешь вперед ну обгоны да вот это сложно ну понятно дело ну вот значит про стрижки мы только познакомились с мастером поэтому мне неудобно было тыкать камеры и там заниматься съемками и всем остальным я думаю когда мы уже познакомимся а мы познакомимся ближе поскольку я еще вернусь к мастеру мы уже тогда как бы и вас познакомим смысл в чем сейчас мне сделали стрижку стрижку мне сделали немножко другую нежели была первая вот от ольги мастер мне объяснила что сейчас мы не занимаемся укладками мы делаем объемы мы делаем форму плюс я и сказала сейчас 9 часов вечера мне не нужна никакая укладка просто высушить волосы это к тому что когда все поголовно начали писать у нас мастер никогда не выпустит человека там без укладки мне время сейчас ценнее я очень хочу пиво холодного поэтому мне время ценнее я хочу уже домой про укладки у нас вообще укладку до подсушивают феном подкручивают и отпускают но у нас сашей тяжелые волосы и любая укладка без стайлеров и специальных средств она буквально за 30 минут превращается в просто как помытая голова то есть нужно прям хорошие жесткие всякие пенки всякие вот эти брызгалки а это уже входит в число укладки отдельный сейчас не сделали немножко другой объем мне немножко сделали другую длину я когда уже одену липучки когда утюжком приглашу завтра у меня будет обесцвечивание и мне сказали походи вот с этой стрижкой посмотри зайдет она тебе не зайдет нравится не нравится в следующий раз сделаем как хочешь как какие тебе там моменты поправить без проблем я показала некоторые фотографии спасибо а вот так-то так-то вот можно на мои волосы мне сказали да но немножечко надо адаптировать все индивидуально про покраску покраску я буду делать снова по всей голове без техники аиртач почему потому что вот здесь у меня волосы очень мягкие зеркальные такие стекловидные и не будет объема если не покрыть полностью не обесцветить волос тогда он жесткий вот как здесь мне нравится вот эту вот жесткость они мягкие они живые но при этом они жестче чем здесь то есть грубо говоря если у меня будет здесь побольше моего волоса я буду как чебурашка завтра в 11 часов я много руками здесь возю каю по лицу мне очень хочется трогать волосы я не знаю вот когда стрижка удалась мне прям хочется вот так вот вот так вот все это трогать трогать надо постараться не трогать завтра в 11 часов у меня окрашивание я с нетерпением жду того момента когда волосы приобретут вот этот жесткий такой эффект я на кучу липучки уложусь утюжком и посмотрю в итоге как стрижка по цене почему у нас 2000 потому что парикмахер у нас оплачивают учебу минимум три раза в год минимум они ездят обучаются и вот сейчас мастер сказал что она за последние на последнюю учебу потратила 3000 фунтов у нас дорогущая здесь аренда в ханты-мансийске у нас потребительская корзина в ханты-мансийске намного выше и дороже чем по центральной россии конечно вы можете сказать что да у нас в москве также я прекрасно знаю тоже цену в москве я там какое-то время жила и было и частенько приезжала все лето жила я ориентируюсь в ценах ну и плюс мы ездим по стране тоже ориентируемся и знаем так вот исходя из всего этого такая ценовая политика у нас здесь снять 15 квадратов и заплатить за это аренду 90 тысяч поверьте мне это как бы ну так внушительно и кто не в центре не в каком-то там престижном месте ну а так куда надо будет доезжать поэтому не удивляйтесь пожалуйста тем ценам которые у нас здесь до 2 тысячи может быть дорого но по крайней мере я понимаю это ценообразование и я с ним согласна потому что я тоже визитки не рисую за 200 рублей поверьте мне у меня тоже ценник на мои услуги на мою работу довольно таки ну внушительный и когда первый раз человек ко мне приходит и что-то дороговато я грина вы качество хотите хотите вот таким мои услуги стоят столько человек иногда разворачивается идет делает там где подешевле но потом возвращается ко мне точно так у нас не только с дизайном сувенирной продукции и то что мы печатаем поэтому я даже не переживаю что я испугаю клиента своей ценой я в мозгах потом понимаю что все равно человек ко мне вернется так что вот по ценообразованию сколько завтра покраска выйдет не знаю посмотрим это все зависит от того сколько уйдет красителя сколько уйдет от материала на длину и на объем все, мы приехали почти домой сейчас ставим машинку и поднимаемся до хатки там Сим уже запереживал потому что когда мы все пропадаем из дома он прям волнуется и ждет нас в коридоре как верный верный песен дорогие друзья сидим мы такие с Игорем сидим и нам так холодно стало да? скажи и я такая раз думаю что там что там что там смотрите на улице плюс 4 по ощущениям плюс плюс ноль блин ноль не имеет ни плюса ни минуса короче ноль Игорь а? ты согласен? да про ощущения ну что ноль? ну ну холодно как еще можно что еще тут сказать? холодно Сим ты где там? ты че там застрял? иди сюда иди иди улез здрасте и че прилез? греться? грей меня смотри там кто то ногу выстоял Сим Сим сейчас только бутылку не уронить будешь ломиться Точно, точно Нога, нога, как я, да Вот так всегда Только он видит ногу Игоря Смотрите, уляжется Все Царь Гэр Сим, а теперь погладь Сейчас он голову закинет Такое Вообще 33 в удовольствие Все, остались мы Втроем На некоторое время, да И кот с нами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok